Нашел я похожую форсунку с такой же проставкой. Вот ее чертеж. Здесь на чертеже чудесно видно, как работает толкатель, который грибочек в этой проставке. Видно, что форма выточки в проставке соответствует форме грибка. И грибок на конце имеет направляющую, которая движется по сверлению проставки. И это направляющая не дает грибочку двигаться из стороны в сторону. То есть, таким образом его центрирует. Обращаю ваше внимание на то, что распылитель есть не что иное, как запорный клапан. Он очень похож на тот клапан, который стоит у вас на бойлере для горячей воды. Там тоже стоит предохранительный клапан и при повышении давления в баке он открывается, стравливает лишнее давление и тут же закрывается. Точно так работает распылитель. Толкатель давит на хвостик иглы, прижимает с другой стороны конус иглы к седлу. И таким образом система распылителя, этот запорный клапан всегда плотно закрыт. При повышении давления топлива больше, чем отрегулированная форсунка, допустим, эта форсунка на 200 атмосфер отрегулирована, этот запорный клапан открывается, стравливает лишнее давление и тут же закрывается. То есть, по сути, это тот же автоматический запорный клапан. Вот отсюда и будем играть. Что из этого следует? Из этого следует, что игла распылителя всегда должна быть плотно прижата к седлу. Прижимается она к грибочкам, на который давит пружинка. Переходим к другому рисунку и с правой стороны попробовал я нарисовать ту систему, которая у нас в неблагополучной форсунке, как сделали ее китайцы. Никакой внутренней вытачки нет, а сам грибочек непосредственно ложится на металл проставки. И если вам повезло, и толщина проставки меньше, чем длина хвостика иглы, и хвостик иглы выступает над проставкой, значит грибочек давит на этот хвостик, ему есть куда давить. Он давит на хвостик и не ложится своей плоскостью на металл проставки, тогда проставка не будет иметь той характерной отметины, которую я уже показал, кольцевой блестящей. То у вас такая форсунка будет работать долго, нудно и без проблем. Если же у вас такая ситуация, как у меня, у вас стопроцентная проблема. И мотор никогда работать нормально не будет. Смотрим, еще раз уясняем. С левой стороны благополучная форсунка. Между грибком и хвостикойком иглы распылителя нет зазора. И соответственно, так как грибочек давит на иглу распылителя, то и на кончике иглы, между кончиками иглы и посадочным местом корпуса распылителя тоже нет зазора. То есть запорный клапан закрыт наглухо. Так должно быть. Солярка никуда не проходит. С правой стороны неблагополучная форсунка. Тот случай, который у меня. Грибочек лег плоскостью на проставку. Есть зазор между хвостовиком иглы и грибочком. И соответственно, игла не прижимается. Соответственно, если она не прижимается, то этот же зазор есть между кончиком иглы распылителя и корпусом распылителя. То есть клапан запорный получается открыт. Притом этот зазор очень и очень маленький. Простым глазом его не видно. Там доли-доли миллиметра. Но эти доли-доли миллиметра не дадут вам жить и дадут вот такой вот сизый дым, как был у меня. Соответственно, когда подается топливо под давлением к этому клапану распылителю, к запорному клапану, то у нормальной форсунки он плотно закрыт и солярка никуда не выходит. У неблагополучной форсунки, там где есть манюсенький-манюсенький зазор топлива, вытекает наружу и в виде нагара оседает на распылителе. И, соответственно, так как оно скапывает внутрь цилиндра, оно оседает на поршне, на цилиндре и на головке блока. И потом хозяева постоянно чистит распылитель форсунки, снимает головку блока на таких двигателях и чистит ее от нагара. У кого вот нагар, у того, значит, скорее всего, такая проблема. При нормально работающем моторе никакого нагара ни на форсунке, ни тем более на головке блока и поршне быть не должно. Если у вас там нагар, значит, у вас мотор имеет проблемы и их надо лечить. Притом, это такая подлая штука, с которой я промучился несколько дней. Потому что на стенде, сколько ни качай, можно качать хоть полдня. На стенде, когда солярка холодная и форсунка холодная, не нагретая, она работает исключительно хорошо. С новым распылителем, распылитель чудесно распылиет, все чудесно. Гонял я эти форсунки на стенде, безотказно работает. Только поставил на мотор, тоже исключительно хорошо работает, мотор исключительно хорошо заводится. проработал 2-3 часа мотор перестал нормально заводиться пошел дым форсунка заклинила хватает на два на три часа изначально я решил что это гнет давление большое тонкую иглу ставил я 400 атмосфер на эту форсунку для эксперимента гонял на стенде 400 атмосфер иглы не согнуло то есть пошел я изначально ложным путем и потом понял что не угадал так почему же как я считаю форсунка на стенде работает отлично принесли вы ее к топливщику он ее отрегулировал поставил вы смотрите туман идет все хорошо впрыск все чудесно все хорошо ставите на мотор она отказывает потому что на моторе она греется от нагревания температура цилиндре очень большая от нагревания от физики еще никто не ушел все металлы расширяются в том числе удлиняется распылитель и на холодной форсунке выступания хвостовика иглы хватало для того чтобы она прижималась грибочком к седлу и на горячей форсунке когда распылитель удлинился на долю миллиметра и игла немножечко опустилась то выступание хвостовика иглы исчезла то есть она провалилась во внутрь проставки грибочек лег сверху на металл проставки на иглу уже не давит и вот тут у вас появляется минимальный минимальный зазор и появляются проблемы с нагаром форсунка начинает грубо говоря лить так как она льет форсунка пригорает на распылитель и распылитель таким образом перегревается а перегретый распылитель это смерть он выходит со строя от высоких температур игла изгибается и вот вам и клин форсунки потом она либо клинит совсем либо начинает работать раз через раз вот такая вот беда как беду эту лечить самый интересный вопрос как я понял как я придумал есть два варианта как это вылечить первый вариант можно проставку сошлифовать сделать ее немножко тоньше намного не надо там надо убрать всего-навсего долю миллиметр этого хватит но мне этот метод показался очень трудоемкий потому что твердость металла проставки очень большая а плоскость ее должна быть идеально иначе форсунка будет лить в обратку поэтому этим методом я не пошел хотя в принципе у кого есть возможность этот метод тоже может подойти на рисунке видно убрать лишнюю толщину проставки и все наладится грибочек будет всегда постоянно упираться хвостовик иглы и запорный клапан будет всегда закрыт запорный клапан напоминает это и есть распылитель я пошел другим путем я в этой проставке обычным сверлом хорошим просто насверлил конус заточил сверло по подобию конуса который был на грибке и аккуратненько начал высверливать конус сверлится крайне плохо металл на проставке очень твердый сверла надо точить постоянно кто сверл точить не умеет для для него это будет миссия почти невыполнима сверла надо точить через каждые 10 секунд но тем не менее путем долгих мучений таки этот конус я насверлил опять же сильно много там сверлить не надо там не надо сверлить целый миллиметр или полтора миллиметра там достаточно чуть-чуть совсем до пол миллиметра этого вполне хватит и таким образом мой грибочек начал проваливаться дальше во внутрь проставки раз он пошел проваливаться дальше он начал постоянно давить на хвостовик иглы прижимать иглу к седлу и у меня пропали зазоры пропал зазор между грибком и хвостовиком иглы пропал зазор соответственно запирающим конусе иглы и наш запорный клапан закрылся нахлухо и таким образом форсунка благополучно стала работать в общем вот такая вот беда приключилась такая беда у многих вот так она вылечилась на моем этом мотоблоке который я ремонтировал вот так вы можете вылечить у себя эти форсунки изначально имеют заводской брак вы в этом не виноваты это брак кому-то с толщиной проставки повезло ну а кому-то с толщиной проставки не повезло и он имеет с форсункой проблемы когда вы имеете проблемы с форсункой то скорее всего ваш мотор очень скором времени угробится кто смотрел видео что больше всего убивает дизель тот в курсе вещей за форсункой нужно глаз да глаз потому что форсунка это самая главная запчасть двигателя форсунка способна убить ваш двигатель кратчайшие сроки так что если вы увидели дым из трубы чувствуете что что-то не так что мотор забубнил видите признаки черный кончик иглы набитый блестящий поясочек на проставке значит вы имеете проблему берите дрельку в руки и идите моим путем если хотите конечно спасти свой мотор ну или может придумаете что-то свое я же не против пишите в комментариях поделитесь может вы придумаете лучше